Подарок прождеству или за деньги? Нет, подарок. Это православный сайт. Читайте вас, слава Богу. Приходите к нам на занятия. Здесь у нас телефоны. Задавайте вопросы. С удовольствием ответим. У вас вопросы какие есть? Да нет. В Бога верите? Ну, хожу иногда в церковь. Ну, как бы не так часто, как надо было бы, но хожу. Не, ну я не в церковь говорю. В Бога верить? Ну, я... да, конечно, естественно. По универам и поясням. Да? Да. Как вы себе его представляете? Как вам представляю? Ну, что-то заходит там, существует все-таки. Ну, что-то же надо верить. Так же? Да. А, вошли. А, вошли. Вот такой крупный шрифт очень хорошо считается. Для пожилых как раз. Для пожилых, слабовидящих людей. Подарок бесплатно по благословению патриарха Кирилла. Нет, это для бесплатной раздачи, слава Божьей. Если пойдете молиться, я и расположусь там. А это наш сайт, если у вас интернет, православный. А это сайт наш в интернете. А у нас есть в интернете свой видеоканал. А наши у нас союз, они там в Москве, по-моему, а здесь в Барнауле наш местный. Ага, вот это вот наш местный. Да, да, да. Вот здесь вот. А, ну, на сайте, а там с сайтов зайдете. Он называется «Во свете Библии» и «Открытый Моков», православный канал. И там вот ролики мы снимаем, как мы занимаемся миссионерской деятельностью. Вот мы недавно ездили в село Романово, нас батюшка Олег приглашал. Мы там в пакте говорили про оповедь, там, о женщинах, там, вот плакали. Мы, как Русская Православная Община, в городе Проманово. Вот она, крест православный, ну, Святой Евангелие. Ну, какая-нибудь служили патриархом в Киеве. Ну, Русская Православная Община, как Русская Православная Община. Мы вот занимаемся миссионерской деятельностью, просвещением народа, вере евангельской. Рассказываем о Христе. Ну, в церковь-то бывает, сходится. Правда, недовольно не сказать, что часто. Не сказать, что часто, да. Надо нудить себя, наш батюшка говорит, заставлять. Не ленностно посещать прав, не лениться. Вы же питаетесь каждый день, не забывайте. А тут надо душу. Это тело мы питаем. А тут душа бессмертная. Ее питать нужно словом возле. Христос сказал, не хлебом единым, жив человек, но и всяким словом, и сходящим здесь. Спасибо. Вот. Поэтому нужно питаться. У нас проводят со занятием. Вот здесь вот мой телефон. 250 638. А где вы находитесь? Ну, собираемся, в храме молимся, а занятия у нас проходят на дому. А в храме по-моему? А в храме мы молимся. А в храме мы молимся. У нас вот на Ползунова. А, все-все-все. У нас батюшка, у нас две общины. Одна в Потеряевский, в Монатовский район, в деревню. И одна в Барнауле. И батюшка, у нас отец Яаким, вот он на фотографии. Он у нас приезжает. И мы выезжаем в другие села. Кто вот нас вот приглашал, вот отец Олег Романова. Туда вот ездили в дом с проповедью. И наш отцелил, чтобы народ познал Христа. Как вот патриарх говорит, выходите на перепутье дорог и рассказывайте людям. Храмов понастроили, а ходить вниз некому. Сейчас все равно стали уже не приходить. После того, как встали, уже перестали. Все думали, что так и так. А это вот воскресное богослужение есть. А в будние дни там пустой храм стоит, в субботу тоже мало народа. Потому что мы не отсюда. У нас там Александра Мешки. На Островского. На Островского. Да. Я тоже сюда ходил. Там вот эта церковь. Отец Фессун. Я не знаю, сейчас он. Сверх, без сверху. А Рождество это знаете? Конечно. Это с детства калядовали ходить. Калядовали? А калядки что это? И мама ничего не давала. Пока Рождество. До первой звезды. До первой звезды. Да. Это вы запомнили? Каком соломы все стелило. Ложки не мыло на ночь. Я только просто помню. Ложки на ночь не мыло? Да. Все связывало. А как он родился? Конечно. Ну конечно. Только знаете все это с годами. Забываете? 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 Забываете. Я в дом, не помню, маленький я был. И у бабушки было распятие такое пластмассовое. Я говорю, а что это? Гвоздями все было. Ну она как могла. Конечно бабушка. Люди это темные в большинстве своем. Евангелие не читали. Люди не знали, что Бог стал человеком. Принял на себя плоть. Пострадал за наши грехи. Умер. Его распяли люди. И воскрес. Я говорю, а что же они у бабушки то спрашивают? Что же они его распяли то? Плохие дяди и тети то его. Так по детски конечно. Но она. А то что он воскрес. И то что мы воскресли. Мы унаследуем жизнь вечную. Это я уже спустя 30 лет только узнал. Жил во грехах. Чтобы нам унаследовать жизнь. Вечно нужно отказаться. От старой прежней жизни. Облечься во Христа. Нового. Родиться свыше от Слова Божьего. Вот я ходил на занятия. Бросил пить, курить. Матерически насловить. Всякие непотребства делали. Все. Жизнь моя полностью изменилась. Благодаря вот этой вот. Святой Едине. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Прогласим вас к вам. Евангелие. Может быть, Евангелие вам вручить? Евангелие? Есть, да? Читаете? Обязательно Помоги Господь? В церкви ходите, да? Спасибо Как уже настроены на вечную жизнь? Помоги Господь вам Спасибо Вот это возьмите А, взяли? Помоги Господь Спасибо Иван Денис, бесплазно Веруйте в Иисуса Христа, наш спаситель Главное покаяние и читатель И вас тоже, спасибо Что там на обратную стороне пока? А, пусть так А, пусть так Спасибо Спасибо Богу Спасибо Спасибо, Христос Христос дарует вечную жизнь нам Не забывайте Сегодня у меня календарик есть, я купила И там написано 7-го, 14-го, 12-го Дольшие праздники заходят Удивительно Удивительно Только не 14-го, а 15-го, средняя Господня Нет, ну там есть старые написаны Нет, там прям красным обозначено Это старый Новый год А, старый Новый год А, старый Новый год В церковь ходите, да? Я хожу А вообще на Никидинской Всегда на Никидинской Ну, я там крестилась И меня всегда Ну, вы веруете, что Иисус Христос Спаситель? Конечно, верую А, спаситель? Давно кричит? Про здоровье никак, я говорю Ну, скажите У меня иконка дома есть Про здоровье интересно говорил Господь? Да, железно Я даже в церковь приходила и освятила ее Господь говорит, Царство Небесное У меня вот мусорам в атаке не стоит Ну, я молюсь Поверю в вас и забуду в вас Мы сверху не хватает Верую Надо каждый день, понимаете? Иногда забывать Надо каждый день А вы крестиваете, говорю Крестивость еще в молодые годы Вот в церкви Не надо? Веруйте в Иисуса Христос Спаситель Какое дело-то? Крещение Для вечной жизни? Это как подружение Только в русском На конече Ну, погружали У меня же Лёлька была Как подружали? Ну, а как? Лёлька была Все, я не в взрослом состоянии В церкви Она была одна-единственная Здесь Потому что крещение Обливание Но оно не считается Как его решение Нет, нет Я еще в Герции У меня была Лёлька В этой церкви Она была одна-единственная Тогда еще в Барнауле Транспорт не ходил Все пешком туда ходили Да там, может быть, вас облили и стали Я очень боюсь Кто его знает Мне кажется Если каноны говорят Если есть сомнения В вашем полном погружении Считайте, что вы не крещеная Нет, но у меня сомнений нет Потому что у меня Лёлька была Нет, вы только что сказали Может быть Ну, Лёлька живая Нет, но она уже умерла Вы чего? Если мне уже 60 А раз она умерла Значит возникает сомнение А раз возникает сомнение А церковь учится второй Считайте, что не крещеная Потому что Это будет не второе крещение А раз сомнения есть А что можно второй раз креститься? У вас первого, если не было Я думаю, что было Ну как, Лёлька была Крестили Надо быть уверенным Я уверена У многих Лёльок У Лёлька была У многих У Крестили неправильно Нет, понимаете Я уверена Что меня крестили Не было тогда Никто не крестил троекратно Нигде вас крестили По Кросском По Кросском соборе Там даже купили Ну, Покровский собор был тогда один Он один По вашему возрасту Да, да, да Если вы были маленькая Там не было купелей маленьких У меня мама тоже так же В 14 лет она приходила Только помазанием Только вот крапили И всё Вот помажут В 55-й год Конечно уже никто не крестил За это по шапке били всех попов Если они троекратно кого-то крестили Ребёнка Там утопить можно Советская власть Такую бы тут пропаганду провела Про утопление детей Поэтому вас не погружали Крещение это погружение Троекратное погружение Написано И креща ему Вводят вокруг Купели Нужно погрузиться Почему снова У вас не было крещения У вас не было крещения У вас было помазание Вот то что помазали Вам батюшка Подрушение не ставил Я не слышала А они в церкви говорят Раз мы помазали Значит Можно Спросить А А А Вот поглядите Сейчас Найдут Вот Вот Евангелие от Матфея Третья глава 16 стих Находим Вот Иоанн Удерживал И говорил Мне надо креститься от тебя Креститься это значит погрузиться в воду Иисус сказал ответ Оставь теперь Ибо так надлежит нам исполнить Всякую правду То есть погрузить воду Тогда Иоанн допускает его То есть допускает до чего Чтобы его погрузить И как мы это видим И крестившись То есть погрузившись Иисус тот час вышел из воды Но выйти из воды Вы были хоть раз на реке Где там на пруду Вы как Зашли в воду Нырнули Вынырнули Вышли из воды Правильно? Да Ну вот написано конкретно Вышел из воды Все отверзлись Ему небеса И вот теперь отверзлись Дух Божий с ней шел И теперь Господь говорит Все есть Сын мой возлюбленный В Котором мое благоволение Видите Вот на этом основании Православная церковь Вот видите К истинному крещению Тут все набрано Скажите А что теперь надо идти и креститься? Надо прийти к священникам Показать им это место Писания И сказать Я хочу именно креститься То есть погрузиться Вот тут написано Видите погружение Крещение есть не что иное Как погружение Просто у нас созвучие Крест и крещение И наши переводчики В 1876 году Закончили перевод Они Библии на русский язык Они оставили крещение Церковнославянское слово это А на русский язык Переводится просто Погружение То есть мы взяли Погрузились Или вот что-то погрузили Это есть крещение В церковь на Никитина сходить А вдруг они не согласятся Понимаете Есть везде сейчас Есть везде купель Но вам священник сразу скажет И то и другое спасительно Хотя у него в требнике Если он в требнике достанет из кармана У него у всех требники Там написано Крещаемый Обводится Вокруг купели три раза Да И потом Как Не взводится И выводится Из воды Прям написано Не взводится Это Погружается И не взводится Вот так вот Никто написано Вы знаете я бы Наверное бы С вашим словам Прислушайте А вот так написано А потому что здоровья нет И мне Значит Мы откуда знали Нам же никто не объяснял Ну-ка дай-ка Библию Правильно Да сейчас я вам Нет-нет Нам же никто не объяснял Я сейчас вам покажу вам здоровье Подождите еще Что это было раньше Помазание Ну конечно никто не объяснял Что не было Сейчас точно есть Погружение Есть погружение Но опять за деньги Не забудьте еще бесплатно Должно быть все Вот в чем дело А то они же за деньги А вот видите о здоровье Что написано Это мы Библию открываем Видите Библия Какая старая Она не то что старая Она хорошая 2005 года Переизданная Вот Библия видите Ветхий Новый Завет Вот то что у вас Это Новый Завет Вот мы открываем Новый Завет Ну у меня маленькая книжка есть еще Ну маленькие А небольшие Какая разница Там главное написано То что нам надо Вот мы открываем Видите вот первое послание Коринфянам Святой апостол Павел Открываем одиннадцатую главу И теперь начинаем читать С двадцать Пятого Так же и чашу после вечери Вот вы причастие принимаете У батюшки Ну да вот Никак еще не впечатлилось А вот глядите Так же и чашу после вечери Сказал сия чаша Есть Новый Завет в моей крови Сие творите Когда только будете пить И в мое воспоминание Ибо всякий раз Когда вы едите хлеб сия И пьете чашу сию Смерть Господню Возвещаете да коль он придет Посему кто будет есть хлеб сия Или пить чашу Господню Недостойно Виновен будет Против тела и крови Господней Да испытывает же себя Всякий человек таким образом Пусть ест от хлеба сего И пьет из чаши сей Ибо кто ест и пьет недостойно Тот ест и пьет с обсуждения себе Не рассуждая о теле Господнем Оттого многие из вас немощны и больны И немало умирает Вы вот это вот понимаете А с двадцать пятой главы И вот по Вот это стиха И по Получается тридцать второй Будучи же судимы Наказываемся от Господа Чтобы не быть осужденными с миром То есть это все Говорит об этом Вот вы Я хочу причаститься Хочу причаститься А вы рассуждали о теле и крови Господней? Нет не рассуждали Ну тогда Вы будете только в себе Во грех все делать Хорошо что вы еще не причащаетесь А если вы причастились Еще хуже было Потому что вы вообще не крещеные Праздник Вас Господь не видит сейчас Он не зрит вас до конца Он всех видит Неправильно говорите Неправду Господь всех видит И всех слышит Всех абсолютно Он считывает сердце каждого Да А когда Господь Когда вы будете стучаться к Нему Он скажет Отойдите от меня делатели неправды А вы будете говорить Мы на твоих улицах делали чудеса Мертвых воскрешали Он скажет Отойдите от меня делатели неправды Ну ладно Нет Как вам Всю жизнь Что нет Что нет Я вам место писания сказал Что нет Христос скажет Он пяти девам сказал Уйдите Жених грядет Мы его ждем Уйдите от меня Я не знаю вас Он сказал Всем всем Где всем то Господь так говорит Вот перед тобой лежит Человек Он обращается к людям Перед вами смерть и жизнь Выбирай Выбери жизнь Господь говорит Выбери жизнь А человек что выбрал Смерть Да Иисус Христос Искупил Это все Так он искупил Только если вы будете искуплены Да Но вы веруете в Иисуса Христа Вечную жизнь Обязательно Ну и все А что все веруют что ли Все Как все Потому что мы сейчас открыли храмы Мы пришли сейчас в храмы Открыть А что вы придумаете Как все Ну вот идет человек Спросите он верует в Вечную жизнь или нет Как все Ну как все Спросите Верь не верь Солнышко все равно взойдет Вы верите в вечную жизнь Я и христианин А что В вечную жизнь вы верите Верю В Иисуса Христа В Иисусу Христа А как вы хотите достигнуть В вечной жизни Через что Я молюсь А А Слово Божие Как для вас На вашем жизни влияет На покорном Так вы что читаете Библию читаю И когда читаете Прям сейчас читаете Я счастлив Не Ну сейчас я вижу что не читаете Вообще вот когда читали Мы еще все только на пути в потерь Только еще на пути в потерь Ну и читая Библию Как вы достигли того что Вы в вечную жизнь будете А у вас есть Давайте Я в этом верю Ну а кто с душой верит Ну а кто с душой верит Ну как душой А как вы исполняете заповеди Господни Господь же сказал исполнить заповеди 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 Да заповеди Надо Царство Небесное Я стараюсь Вас хитить Мы все в грехе Живем По сути А вам зачем о всех то говорить Вы о себе только должны говорить Ну вот я о себе Если все в грехе Я считаю что я грешен Господь говорит будьте святы как я свят И обращаясь к Галатам Он говорит святые братья Обращается к Галатам Кому он говорит святые братья Надо быть святыми И непорочными Христос простил наши грехи Вы пришли и покаялись к Христу Все вы безвечны Дальше что теперь делать Как идти теперь к Христу Как Я работаю Ну и что все работают И беззычники работают Как вы отличаетесь что вы христиане То есть священное писание как нас отличает что мы христиане Как мы волю Христа исполняем Ну вот я стараюсь считать молиться А поститься Поститься у меня не получается Ну так это первым делом Если вы не поститесь значит бесы облепили вас И вы никогда не Ну конечно Только молитву и постом бесы изгоняются написано Молитву и постом Я что то бесов не наблюдаю А что ты как будете его наблюдать если Христос сделал так чтобы вы просто не испугались их Ну а бесы они сами таятся от вас Хотя они есть везде Ну бесы грибут Понятно Вот они им все грибут Да они им все грибут Все Даже вас грибут Да вы правы Так Ну Верующие не грешит Но хранит себя Обо мне это естественно допустим Ну ладно Грешники там и так далее Все Это грешники Все мы грешные Грешники мы грешники Как мы святыми то получаемся Как мы исполняем волю Христа Что теперь никто не исполняет волю Христа Христос говорит И пришел все эти семя свое Одно семя упало в Терни Да Ну Одно на каменное место упало Одно на каменное место Другое при дороге там в Терни Но А четвертое упало на добрую землю И взошло И дало Старичный плод Что такое старичный плод? Оливковое дерево Нет Старичный плод Это значит Вот было одно семечко Но есть еще А теперь колос пошел Есть еще и краеугольный камень Нет Теперь пошел колос И из него сто семечек образовалось Как это понять? Вот я Да это благовестие Христос пришел и благовестовал Это Царство Небесное Я 40 лет прожил У меня не было жены Нет Я помолюсь У меня есть жена Да Но Христос не об этом говорил Как раз там и написано Что лучше не жениться Апостол Павел говорит Лучше не жениться Кто не выдает свою дело Тут поступает Написано лучше Это первая корица Седьмая глава Нам говорит об этом Нет Причем Я как-то Я как-то с женой Со своей Более Дисциплиной Как Вам нужно стать истинным христианином Ну вы мало Вы не попадете в Царство Небесное То есть вечность Наследуете Пока не будете исполнять волю Божию Вам надо исполнять волю Божию Быть святым человеком для других В аду уже волонтеры работают Вы должны быть свет миру и соль земли Земля это прах Вот люди которые не веруют во Христа Вы должны быть солью для них Итак Как быть солью Что нужно делать Нужно быть светом Если соль Теряя свою силу Она уже не станет солью Да Так нету А если у нее вообще не было соли То что теперь делать Нужно правильно войти в церковь Во-первых уверовать в Иисуса Христа Покаяться во всех грехах И не делать эти грехи уже Не пить Не курить Не материться Не блудить Вы же мы живете Венчались в церкви Я понимаю Но они все равно Вы в блуде живете Где А какой святости Ну потому что вы должны быть в церкви Божией А церковь Божия только одна Вот она православная Вот стоят в церкви Мы в ЗАГСе венчались Да в ЗАГСе не венчают Там просто констатирует факт Что это Вы теперь будете вместе делать семью Все Это вот государство Это другое совсем институт У нас церковь Христова Я не знаю Да Я говорю я с вами не хочу Церковь Христова Желает чтобы каждый спасся Для этого Поклоняйся образу Есть священники Пастыри Которые имеют священное писание Вы приходите когда в церковь Они вам начинают Читать священное писание Вы должны уверовать По идее Как это должно быть? Уверовать Молиться Да Да Я знаю про это Я с ними спорю Вот почти что через день Каждый день По телефону А им не надо спорить Вы сказали истину Я даже летом Помолились за них Ну они так-то хорошие Ну это понятное дело Я тоже был среди свидетелей бога Они много Они очень много Но они не принимают Никакую литературу Ничего не берут То есть им что-то либо сказать А то только Господь выведет Почему-то праздники не отмечают Я говорю Как это так? Эти человеки положены Они избрают Понятно положены Сейчас у меня цена есть Это называется Это называется Блуд И он оказывается Епитимьей церковной То есть вы Вы теперь в церковь Не сможете попасть к причастию Если допустим Вы в церковь пойдете Вы не можете стать членом церкви Пока не пройдете Эпитимю То есть наказание церковной А оно за блуд Ну В 15 лет Да нет у нас никакого Это будет Где у нас? Господь не сказал Что все должно быть Но если у вас венчания нету То значит будет Да Как давно Ну Каноны церковные об этом говорят А вы себя называете христианином Христианин тогда Когда вы живете во христе А не когда вы что-то прочитали Или пробежали Или просто знаете Что там читать надо Да Нужно не просто читать Христос говорит Не Слушатель А исполнитель Жив будет А вы не будете живы Вас накажет Господь И вы будете очень мертвым в аду А вы говорите А я хочу вечно жить А вечно жить это царство небесное рай Вечно жить Вы хотите я вечно жить В аду Вы будете гореть в аду В аду уже волонтеры одни В аду Видите вы уже даже знаете кто там есть Поэтому вы ближе к аду Вот я ничего не знаю правду Я только про рай А я знаю правду Поэтому вам нужно теперь исполнить Можно я пойду? Конечно Ну а теперь надо исполнить только Знаете кто мы вас беседим Мы сейчас собираемся в два раза в неделю В среду в пятницу Вот у брата Вот у брата У меня на дому Занятие по толкованию Блаженного филакта 11 век Вот прям Евангелие открываем Евангелие читаем А есть толкование Златоуста Златоуста знаете? Слышали Златоуста Святого мужа? Ну конечно Библии у меня толстая Нет нет Библии Златоуста нету Златоуст толкует Библию Растолковывает А вы можете человеку помочь жильем? Вот мне надо в общину Православную Вы меня туда пожалуйста направьте Мы можем помочь царством небесным Жильем это уже сложнее Если бы мы вас знали Вы бы там занимались где-то Ходили Тогда понятно А так мы никого не знаем Это сложнее Я документы предъявлю Все у меня документы Написано Ищите прежде царствия Божия И все это приложится вам И жилье И вы не жилье сейчас ищите Вы ищите Да В общем Да я у меня делаю В прокуратуре Октябрьского района Пока там правы разбираются У вас желание есть Позаниматься Словом Божьим? Вот брату можете приходить Но адрес назовем Приходите А визитка есть? Нет Я подумаю еще Вот наши телефоны Вот мой Вот Володя По телефону позвоните Думайте звоните А вот мне туда направьте В детский православный лагерь Я там буду помогать Летом Там только люди Там люди только Не просто помогают Там люди Которые Которых мы знаем Они члены нашей церкви Общины А есть взрослые В нашей церкви В общину В общину В общину У меня взрослые направьте Община церковь это одно и то же Вот мы из общины Староста общины Игнать Тихонович Вот его телефоны Вот все три его телефона Вот его позвоните Вы как понимаете Что такое направить в общину Вы думаете там сидят тут бабушки дедушки И все ждут что ли Что там кто то придет или что Нет там свой огород Община Да с чего они Вы сами придумали себе это Это вы придумали для себя У нас есть богоугодная организация Дом называется Я понимаю В общем Она на Тачалово находится Вы не понимаете Мы вам вопрос задаем О вечной жизни Мы вопрос о вечной жизни вам задались Для чего Вот потому что мы Желаем вечно жить Если вы понимаете о чем мы говорим То надо о вечности говорить А вы опять нас куда так К земным делам Огороды какие то Община Не для того чтобы совместно Огороды воспитывать там Редиску растить Ну да жить то надо в этом теле Вот кормить надо Надо Не хлебом единым будет жить человек А всяким словом исходящим из уст Божий Вот чем человек будет жить Вот Вот оно Евангелие Вот мы чем живем Да я знаю Ну так вот знаете Теперь вот об этом мы говорим Это Блаватская об этом писала А по сверху А нам что Блаватская это Я читала ее Это она сейчас воды дарит И что как Это Блаватская Нет она признавала Что она признавала Посмертное существование Бытие сознания Ну и пускай что посмертное Она креста не признавала Она сама себя признавала Ну и все Она потом в Индию уехала В Индию да И там была проклята И теперь в аду горю Все мы знаем Что мы об Лаватской говорим Вы о своей душе думайте Душа она материальная Материальная же с духовным связана Понимаете Как это материальная душа Кто где Да Ленин еще сказал Что нету никакой души И начали все храмы рушить Все Ленин Это что умнее нас что ли Верующих оказался Ему сейчас там стоят Ну конечно Ему там вознаграждение Большое это сделали И Ленину И всем коммунистам Те которые так говорили И Гитлер там вместе с ними Вот Они сейчас получают свое На небесахту А вы сказали что вы веруете В вечную жизнь Так продолжайте веровать в нее Верую Вы должны исполнить заповеди Христа Вот молодой человек сейчас стоял Рассказывал нам сказки Как он Тут Все читает Там чуть ли не каждый день А оказалось что Пьет Курит Живет В глуде И дальше что Ну бритый стоит И скорее всего ничего не читает Просто Библия на полке стоит Рассказывает И начинает говорить Утверждать что он все знает Да А глаза пустые То есть алкоголище Альберт Эйнштейн а вы к кому относите И физика Ученого Ну Ну Он же еврей был К евреям Вот и все У него есть формула хорошая Которая говорит о том Что Как бы Что мы потом действительно Оказываемся там Наверху Вечной жизни Вот слушайте Вот сейчас Подождите Дайте я вам формулу покажу Потому что я вот эти формулы все Брат Откройка мне пожалуйста 3.16 Иоанна Дайте я это Вот слушайте Вот слушайте сейчас Иоанна 3.16 Вот сейчас Будет сказано Подождите Сейчас Господь говорит Ибо Ибо так Возлюбил Бог мир Да Что отдал Сына Своего Единородного Да Дабы Всякие верующие в Него Всякие верующие Иисуса Христа Не погиб Но имел Жизнь вечную Да Вот глядите Вот видите Что написано Вот как вы к этому относитесь И теперь дальше 36 Найди А теперь А теперь глядите Если вы так не делаете То там как написано Так Верующие в Сына Имеют жизнь вечную А не верующие в Сына Не увидят жизнь Но гнев Божий И бывает на Него Да Понимаете Вот вы сейчас Разговариваете очень много о земном Если вы не веруете в Сына То гнев Божий И вы никогда ничего не увидите Для чего мы здесь Для отработки Вот физическое тело с Духом Святым Здесь борется Борется Подождите Вот вы опять Вы где это взяли Скажите откуда Из различных учений Зачем вам учения Мы вам вот учения Различными учениями Нету там в Библии Ничего этого Вот я вам Евангелие читаю Прямо слова Христа А вы мне рассказываете Опусы какие то Вы веруете в вечную жизнь А о вечной жизни то ничего не знаете И не хотите туда стремиться даже Почему я Феодору читала Как она мытарство проходила Ну и что И дальше что Да вы не мытарство читайте А как эти мытарства делают люди И как от них избавиться Господь говорит Покайтесь и веруйте в Евангелие Есть и заповеди Соблюдай И будет все хорошо в твоей жизни Какая первая из них заповедь Изначально А первой нету Там их много Не убей не укради Не тревогу Нет первая какая Это вы начали с 5 Какая первая заповедь Я не знаю Первая их 10 Вот слушайте Первая заповедь Не создай кумира 10 7 основных Я с Анатолием разговариваю 7 основных и 3 дополнительных Никаких не основных 10 всего и 10 Все они основные Вот слушайте внимательно Первая заповедь Я Господь Бог твой И нет у тебя другого Бога А это Так это не заповедь Там это Вот люби Бога Возлюби ближнего Как самого себя Это основная Она над всеми над ними Главенствует А всего их 10 Первой нет Возлюби Бога Возлюби ближнего Как самого себя Сначала надо научиться любить Любить самого себя Что же любить самого себя Это значит Соблюдать 10 заповедей Когда я буду их соблюдать Только тогда в жизни все будет хорошо Вот пока вы не поймете Первую заповедь Вы ничего не поняли На тарахтеля толку нету Пока вы первую заповедь не поймете И не будете только Богу поклоняться А будете собирать всякую блевотину по дорогам По чужим столам Какие-то учения Ничего он у вас не будет У вас жилья нет потому Что вы душу свою не можете в жилье Христово определить Вы душу свою в жилье Христово Вот в Евангелии облеките Во Христа крестившийся Во Христа облекся А вы какие-то случения Какие-то нам что-то тормошите нас Зачем Какие-то Дайте я в общину буду жить Помогать там-там Зачем вы так суетитесь Не надо столько много всего делать Вы одно сделайте Вы начните жить Для Христа Не для себя Не для кому-то подвекая А для Христа Начните жить Я понимаю А Христос где живет? Христос живет в слове своем для нас Вот он говорит Это и есть Он говорит Евангелие от Иоанна 12 глава 42 стих Ну в общем я сначала исповедь пройду Потом причащусь Только после этого я могу надеяться Что я попаду Вот сразу вы попадете в лак уже Все если помрете Потому что написано Если вы пьете И недостойно И едите недостойно Тело И не рассужаете теле Господнем То многие из вас больны И немало умирает Первая коринфа Вот сейчас мы читали Как раз Женщина стояла Убежала от нас Вы как раз подошли Она в этом призналась Что недостойно Да И она говорит недостойно Ну конечно Мне тогда что нельзя не причащаться Ну конечно Я недостойна но я хочу Ну и что что вы хотите Мало ли кто что хочет Хочу своими делами доказать Своими делами Своими мыслями Самое главное Это то что я мысли Это не то что я говорю Выше царства небесного Нет ничего Я верующего Христа И так далее Давай начинай защищайся Что нибудь говори Я старовер Ну и что что старовер А что у староверов Евангелия нет Они что в ад Хотят идти Староверов нет Ну вот гляди сюда на крест И что у староверов Не такой крест Нет А какой Я не знаю Я не знаю Ну что у староверов Не вот такой крест что ли Ну Я не знаю к чему вы движете Но Я вот я не знаю к чему ты движешься Сейчас Сейчас население Отделил то себя От староверы Не староверы Ну у нас знакомые староверы Если что Ты говорил не обращайте внимания Да Они не курят Да Они не курят И что дальше Не пьют Староверы Трудятся Как следует Молятся там Не знаю сколько Ты стоишь куришь Бритый Я староверам отношусь Что врать там что-то Ты сам себе то открой Кто ты есть Совестью то немножко Возьми священное писание Открой Прочитай его как раз А вы сейчас знаете Не залагаете Свою точку зрения А нападаете Свою точку зрения Да ты обязан напасть Ну не обязан напасть Раз ты напал И я тоже рассказываю тебе Кто ты есть Я напал на вас Конечно А я старообрядец Что меня отделят тесто Старообрядец Или все таки Уже обрядец Не знаю Я тебе просто хочу Разъяснить кто ты есть Кто ты есть Да Ну скажите кто я есть тогда Я человек очень Сложный по характеру У меня Во всякое Внушить Очень сложно Я не внушите ничего Ты просто гордый Я не гордый Я не гордый Гордый конечно Я просто знаю кто есть Я не буду ходить по городу И говорить Не можешь ты Не можешь ты ничего знать Как вы не верите в Бога Как вам не стыдно Как вам не стыдно Нечего здесь Все Вижу в вашем деле Главное не разбиться Может быть возьмете наш сайт А если куда-то в карман там Были бы карманы в костюме Может быть евангелие бесплатно у нас Да не надо Коровам надо тоже знать хорошие слова Глянь как стоит он Интересно Стоит вот на таких Приехали волхвы Сайт Бесплатный Еман Крупный шрифт Отлично Вообще Прекрасно Если делитесь А если еще Мыслями Если Желаете Узнать больше Звоните по телефону У нас занятия есть Вам скажут Где что Проходили Ну да Типа такого Но только это Немножко не так Протестанты Толкования не имеют Что есть у православных Они сами толкуют От себя Своей головы Мы достаем Талмуды Вот такие книги И начинаем показывать Где написано У нас очень много написано У них Нет Не то же самое У них от себя А у нас От Духа Святого И когда начинается сравнение То сектантские Конечно толкования Никак не идут В сравнении с православными Один златоуст Только У нас есть Двенадцать томов Почти по тысяче Странниц Помоги Господи вам А Новый Завет Есть дома Или нет Несплатно Кростный шрифт Кростный Да Православное здание Чтобы Бог в помощь Ну вот Люди празднуют по-своему По-своему Да Православное здание Сайт Ивангелия Куртищик Бесплатно У нас какой Я уже не знаю Может быть Давай Дай глаз хорошо Хорошо Там видите какие черные буковки большие Спасибо Помоги Господи Христос хочет чтобы вечно жили Веруйте в Иисус Христа Он спасет вас Для вечной жизни Веруйте в Господа Спасителя И опять в разных местах молимся Поэтому мы Никого к себе в церковь не приглашаем Потому что разницы практически нет Мы же тоже православные Я с детства верю Но единственное Что у нас конечно Исполняются все каноны У нас там никто не шумит Не ходят дети Все стоят в кострунке Если кто-то Там специальная комната есть Отводят детей Там они пошумят Пришли И так далее Я почитаю Вопрос Главное что нужно правильно креститься Правильно исполнить Вот вы сейчас в штанах ходите У нас никто из сестер штанах не ходит У нас никто из сестер штанах не ходит Почему? Второзаконие 22 глава 5 стих Говорит что женщина Должна носить Не должна носить Мужскую одежду А мужчина женское платье Не должен носить Я поняла Но у меня это по здоровью Вот видите Господь не сказал по здоровью Или что он сказал Не носить Вот вы тебе должны исполнить Ну вот к примеру я вам говорю Потом дальше Вот украшения Украшения снять Потому что нет украшений Украшением вашим Должна быть не стрижка волос написано А сокровенной души человек Да Это я знаю Что драгоценно пред Богом написано Так получать без штанов не нет Видите Поэтому Христос и говорит Исполнитель будет жив А не слушатель А чтобы исполнить Нужно смотреть на тех людей Которые исполняют И тогда вы сразу У вас все отпадет Эта шелуха Не могу Не знаю И так далее Вы сразу все сможете У меня бандаж нет Я понимаю вас прекрасно Да 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 Ну это штаны Ну юбку то надо тоже одевать Вот что делать А где же мне я одеваю Так надо и одевать Все Православная церковь в сайт У меня даже не разу не было Эй Света отдай я кататься Православная церковь в сайт Нославная церковь в сайт